Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. И в данном видео я хотел бы поделиться собственным мнением по поводу того, что лично я собираюсь покупать, почему, какие выводы я делаю, и вообще у нас, наверное, будет целая серия роликов, посвященная вопросам, что делать именно сейчас, в условиях, когда мобилизация, когда идут разговоры о, может быть, введении военного приложения чуть ли не на территории всей страны. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ну а мы сегодня поговорим, и я расскажу именно свои направления, что я лично для себя рассматриваю как объект инвестиций своего собственного капитала. Итак, поехали. В данном случае я не хочу, чтобы вы это расценили как некую инвестиционную рекомендацию, и ни в коем случае. И здесь, в эти непростые времена, когда очень быстро меняется и экономическая обстановка, и политическая обстановка, и даже обстановка специальной военной операции, увеличивая горизонт инвестиций, что я собираюсь сделать в следующие три месяца? То есть первое, что я собираюсь сделать, это, как это не покажется удивительным, я собираюсь наращивать инвестиции именно в акции российских компаний. Я просто приведу доводы, очень буду благодарен, если вы оставите комментарии под данным видео, но приведу также и аргументы, почему я это делаю. Хотим мы того или нет, в России может начать расти инфляция, она уже как бы подрастает. Те санкции экономические, которые были наложены по отношению России, а не эффект этих санкций, мы как раз-таки почувствуем уже в первом-втором квартале 2023 года, и это вопрос связанный с тем, что импортные товары будут дорожать. Дорожать они будут не столько из-за того, что может быть сильно укрепиться курс доллара по отношению к рублю, а дорожать они будут в связи с тем, что даже товары, которые номинированы в долларах, и доллар у нас вроде бы как стоит дешево, и в этом случае цена на импортные товары должна снижаться, но из-за того, что там идут существенные ограничения, связанные со вторичными санкциями, что многие страны, которые занимаются так называемыми, являются буферными зонами, когда товар идет, они, не знаю, там с Европы в одну страну, потом в вторую страну, потом в третью страну, попадают на территорию Единого таможенного союза России с другими странами, и уже с территории Единого таможенного союза заходят в Россию. Это приводит к тому, что увеличивается размер логистических цепочек, увеличиваются транспортные затраты, цены на энергоресурсы находятся на высоких значениях, и на нефть на высоких, и на газ на высоких значениях. Это все увеличивает логистические издержки, и в конечном счете цены на товар будут расти не потому, что у нас как-то значительно укрепится доллар, а скорее всего из-за того, что вот эти вот логистические издержки будут заложены в цену товара, и опять-таки не все товары будут попадать на территорию страны. И в конечном счете, когда мы говорим про инфляцию, а про инфляцию мы уже очень много говорили на канале, У нас есть внешние факторы инфляции, у нас есть внутренние факторы инфляции, и вот эта вот ситуация с внутренними факторами инфляции, что цена на товар даже в долларовом выражении будет расти и отразится на том, что цена этого товара в рублях в России увеличится, количество товаров станет меньше, и поэтому здесь будет некий такой элемент отложенного спроса, который может реализоваться, и это может привести к росту цен на товары. Поэтому денежные средства от инфляции нужно защищать, и тогда мы снова приходим к тому, что нам нужно задумываться над вопросом, а что нам позволит защитить денежные средства от инфляции. То есть опять-таки банковские депозиты, нет, банковские депозиты не защищают, не выполняют эту функцию, они не защищают от инфляции, поэтому они не рассматриваются. Растущая инфляция в конечном счете приведет к тому, что центральный банк перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, то есть будет снова повышать процентные ставки. Да, не критично, да, это не будет значение 20%, скорее всего поменьше, но будет рост процентной ставки, если центральный банк увеличивать будет ставку свою ключевую, на денежном рынке это тоже непосредственно скажется, это скажется на рынке облигаций, и доходности облигаций будут расти, а значит сами облигации будут падать в цене. И поэтому на 2023 год часть своего капитала я буду направлять в облигации российских компаний, в облигации федерального займа российских, но опять-таки когда будут двузначные цифры доходности по этим облигациям, все будет зависеть от того, насколько центральный банк жестко будет действовать в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. Третье, это недвижимость, да, то есть мы говорили про недвижимость, достаточно много, по поводу недвижимости у меня отдельное видение, я говорю сейчас опять-таки о недвижимости, жилой недвижимости классической, которая использует и доступ, который имеет абсолютное большинство людей, это жилая недвижимость, это квартиры, ну то есть вот то, что всем понятно, да, непосредственно именно когда мы говорим про квартиры. Что здесь нужно понимать? Что если центральный банк будет ужесточать денежно-кредитную политику, ставки по ипотеке будут расти, и рост ставок по ипотеке, соответственно, будет приводить к тому, что доступность недвижимости будет меньше. Цены на недвижимость и так находятся на высоких значениях, поэтому как недвижимость, жилую, квартиры, как объект для инвестиций я для себя не рассматриваю. Я для себя рассматриваю имущественные комплексы, я уже говорил, почему я инвестирую в сельскохозяйственную землю. В одном из будущих видео я расскажу, в принципе, территорию, в которую имеет смысл рассмотреть для себя, как объект для инвестиций, то есть какие территории, какие регионы являются наиболее благоприятными, наиболее интересными с позиции долгосрочных инвестиций. Почему? Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Я расскажу именно регионы в России, которые обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью, назовем это так, и почему, соответственно. Для меня интересны инвестиции в реальные активы, в реальное производство, и это представляет определенным интересом, и в рамках закрытого клуба инвесторов мы, возможно, даже будем проводить коллективные сделки по инвестированию в такие инструменты. Еще в заключении немного объяснение, почему про акции и почему рассматриваются акции как объект для инвестиций. Потому что акции – это коммерческие коробки, потому что цена акции как минимум будет расти на уровень инфляции раз, два инфляционные издержки, соответственно, компании, создающие прибавочную стоимость, они в себя впитывают непосредственно инфляцию на долгосрочном периоде. И поэтому для меня таким параметром – это декабрь, январь, декабрь 2022 года, январь 2023 года, время, период, когда я действительно буду активно ребалансировать портфель, когда я для себя буду рассматривать именно в рамках управления капиталом, не создания капиталом, а именно управления капиталом, буду рассматривать для себя в качестве объектов для инвестиций акции российских компаний по одной простой причине – потому что они стоят достаточно дешево, потому что, как мне кажется, в этот период времени будет уже более-менее понятно, как будут дальше развиваться события. Неопределенность, естественно, никуда не уйдет, но тем не менее уровни для покупки акций будут достаточно привлекательные. Здесь можно сформировать портфель с дивидендной доходностью двузначной, в районе 15-20% годовых на длительном промежутке времени, плюс потенциал роста от 200% до 400% отдельные акции будут непосредственно себя включать. И, конечно же, когда мы говорим о том, что наступают сделки века, я думаю, у нас есть действительно уже прямо здесь, прямо сейчас такого рода возможности. Об этом поговорим в следующем видео, поэтому еще раз призываю подписаться на канал. Ну, а сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока. Продолжение следует...